Изба Деда Мороза распахнула свои двери для жителей Нягани. В новогоднее путешествие на лошадях за волшебными приключениями отправляются с семьями и дружными компаниями. Сказочные герои рады встрече с каждым, кто верит в чудеса. Но с особым трепетом принимают, конечно же, детей. Татьяна Герт подробнее. У леса на опушке в волшебной избушке сказочно, красиво, тепло и очень уютно. Русскую печь топят березовыми дровами, чай из самовара предлагают в прикуску с бубликами. Детей ждут под елкой подарки, заботливо приготовленные родителями заранее. Ребятня спешит прикоснуться к волшебному посоху, рассказать стих или спеть песню Деду Морозу и Снегурочке. Раз, два, три. Желание ваше избудется в следующем году, которое вы загадали. С первых минут открытия резиденции Деда Мороза сюда заглянули десятки няганцев. Расписания нет. Избу не закроют на обеденный перерыв или на выходной день до конца декабря. Окунуться в новогоднюю атмосферу смогут все желающие. Дедушка Мороз пытается сделать счастливее детей в этот день. Когда они поверили, действительно, что праздник есть, он существует, и Деда Мороз за изба есть в нашем городе. Это очень важно для детей, что можно побывать, рассказать стишок и получить за это подарок. Очень все красиво, мне очень все понравилось. Вообще прям супер сделали, что и на лошади покатались. У меня дети очень любят лошадей, поэтому все супер. На новогоднем представлении пришлось поработать Кузе и Пончику. Пони, конечно, тройку лошадей заменить не могут, но запряжены они у настоящей сани. Под звон бубенцов кони везут малышей до самых ворот резиденции. Мы готовили наших коней и физически, и морально, потому что у них это дебют, можно сказать. Пончик в первый раз участвует в каких-то массовых гуляниях и, в общем, хорошо справляется для этого. Они у нас, парни такие хорошие, спокойные, работают с детьми, и поэтому все подобные вещи, они, в принципе, привыкают к этому с детства. Мы специально приучаем, чтобы для них не было сюрпризов. Изба разместилась в сказочном лесном уголке среди ели, кедров и сосен. Указатель показывает дорогу на Кудыкину гору, откуда как на ладони видна предновогодняя Нягань.